Что здесь у нас происходит? А что здесь у нас происходит? А что здесь у нас происходит? Что там происходит? Война у нас происходит! 13 коротких историй о событиях на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса режиссер Сергей Лозница сложил в полнометражный фильм. Это игровое кино, но каждый сюжет рассказывает о том, что произошло на самом деле. И хотя, казалось бы, истории героев между собой не связаны, общее у них есть. Место действия. Донбасс. Если в такой, будем говорить, непростую минуту. Тут и свадьба, и прячущиеся в подвалах люди, и разбой, и массовое убийство, ужасы войны, и повседневная жизнь. Я не делаю пропаганду, я это знаю. Я абсолютно честен перед... Я делаю фильмы о темах, которые меня глубоко затрагивают. Начали! Режиссер объясняет, хотел показать трагедию человеческих жизней. Некоторые критики окрестили картину трагикомедией. У зрителей в зале во время показа вырывается нервный смех. Примите первый документ вашей семьи, утвержденный государством Новороссия. Некоторые вещи меня просто шокировали. Это невозможно с этим, будучи в здравом уме и трезвой памяти, примириться. Истории, описанные в фильме «Донбасс» известны. О них в последние годы много рассказывали в новостях. Сам Сергей Лозница говорит, что черпал вдохновение из любительских видео, снятых на мобильные телефоны. От этого грань между реальностью и вымыслом размывается. Елена Репина актриса. Ей досталась одна из самых сложных и трагических ролей в эпизоде о суде Линча над украинским добровольцем. Говорит, долго не могла прийти в себя после съемок. Мне это очень больно. Мне это больно, как никому. Потому что я помню времена, как за моим столом сидели люди всех вероисповеданий. Кто-то голосовал за коммунистов, социалистов, за регионалов. Мы все были друзьями и шутили по этому поводу. Рассказывали анекдоты. И в какой-то момент все изменилось. Общий бюджет фильма – 72 миллиона гривен. Или чуть больше двух с половиной миллионов долларов. Картина финансировала Госкино в виде исключения. Ведь лента практически вся на русском языке. Выделять деньги на подобные проекты запрещено законом. Потому в прокате есть сеансы с украинским дубляжом. Для нас это было непростым решением поддержать этот фильм. Он поднимает очень болезненные, трагические и сложные темы для каждого из нас. И вот мы задались вопросом, можно ли снимать подобные фильмы. А с другой стороны, если это не делать, мы не сможем понять проблему. В этом году Донбасс Сергей Лозница номинирован на премию «Оскар» от Украины. Картина прошла квалификацию в категорию «Лучший фильм на иностранном языке». Антон Полищук, Александр Кулебаба, RTVI, Киев. А мы что, на велосипедах?